всех приветствую с вами канал азбука радиосхем и сегодня разберем интереснейшую тему транзистор а точнее что такое его рабочая точка стоп не отключайте это видео если вы эту тему даже хорошо знаете это даже неплохо те кто не знает вы узнаете много нового а вот вы кто в этом хорошо разбирается может быть понадобится ваша помощь или у меня будут какие-то ошибки вы напишите ниже и сразу скажу что информация действительно стоящих специалистов никому не помешает и так давайте продолжим мы как всегда начнем разбирать самых простых схем потом схему будем усложнять будем делать замеры сциллограммы ну кто у меня на канале уже давно все знают как это все делаться будет у меня если вы еще не подписаны или не смотрели моих видео обязательно рекомендую подписаться а также посмотреть некоторые видео чтобы сложить какое-то мнение о моем канале не раз сталкивался с вопросами которые вы пишете ниже под видео почему такая ситуация вы пытаетесь собрать даже самый простой транзисторный усилитель на одном транзисторе и он не работает я пытался разъяснить это словами но как понятно все не разъяснишь и вот сегодня на экспериментах мы все это увидим почему так происходит я собрал самую простую схему на npm транзисторе обратной проводимости и будем подавать на него сигнал вот с нашего генератора сейчас у меня здесь стоит сигнал синусоида 500 герц и 100 милливольт амплитуда сигнала питание у нас 5 вольт r1 у нас резистор по входу а r2 это у нас нагрузочный резистор цепи коллектора подключена три щупа осциллографа первые на входе прямо на самом генераторе 2 на базе транзистора и 3 на выходе на коллекторе транзистора и давайте запустим схему и посмотрим что произошло так я включаю симуляцию и вот что мы видим оранжевый и желтый сигналы они слились в одно это сигналы который один выход с генератора а второй на базе транзистора сейчас они полностью одинаковы и вот наш сигнал который на выходе транзистора транзистор полностью закрыт и на выходе присутствует постоянное напряжение 5 вольт а что же произошло наш усилитель никак не заработал давайте еще раз посмотрим на схему что мы сделали не так можно конечно объяснить это используя формулы и вольт амперные характеристики транзистора но я попытаюсь все это объяснить экспериментально и так давайте продолжим 100 милливольт сигнал амплитуда это довольно большой сигнал его уже как бы можно использовать нормально это не микрофонный сигнал давайте попробуем увеличить я выставлю 500 милливольт и мы посмотрим что произойдет и итак 500 милливольт опять запускаем симуляцию и вот что опять мы видим амплитуда на входе сигнала у нас увеличилась и на базе транзистора тоже они как бы сейчас одинаковые или слились опять же в один сигнал а на выходе те же самые 5 вольт постоянка никакого усиления нашего сигнала опять возвращаемся к схеме еще увеличим амплитуду 700 милливольт и так запускаем опять симуляцию и смотрим и вот что мы увидели на выходе появился какой-то сигнал если присмотреться к двум входным сигналом то немного по положительной волне начинается разделение какие еще можно сделать выводы что только сейчас положительная волна как-то влияет на выходной сигнал давайте еще увеличим амплитуду до до одного вольта и опять запускаем симуляцию и вот уже картина лучше смотрите что произошло тот сигнал который выходит с генератора он остался такой же идеальная синусоида сигнал который попадает на базу транзистора он уже искажен положительная полуволна у него обрезана и вот как раз тот момент когда положительная волна начинает срезаться происходит открытие транзистора и видим что он начинает на это реагировать и тоже в нем появляется сигнал на выходе на коллекторе но только это никакая не синусоида жалкое подобие только положительная полуволна влияет хотя он на выходе в противофазе здесь наоборот отрицательная получается полуволна а теперь давайте сделаем какие-то выводы что происходит проанализировав график можно понять что наш входной сигнал начинает оказывать какое-то воздействие на транзистор только когда напряжение на его входе примерно около чуть даже больше 0 6 вольт вот сейчас 632 милливольта давайте попробуем как-то изменить схему и сделать так чтоб наш сигнал был примерно в этой области как это можно сделать это можно подать смещение на транзистор используя какой-то отдельный источник питания взять допустим ту же батарейку или блок питания и через резисторы подать сюда смещение но это конечно абсурд такое никто не делает потому что у нас уже есть источник питания вот он 5 вольт и мы можем использовать его для этого нужно немного изменить схему что я сейчас и сделаю и как видите изменения в схеме минимальный я добавил всего лишь один резистор вот он я его поставил через выключатель чтобы можно было посмотреть как будет с ним и без него все остальное осталось также если не считать того что я подключил два вольтметра один из них меряет напряжение на базе транзистора второй на коллекторе транзистора и вот давайте запустим симуляцию я уменьшила 5 сигнал до 100 милливольт те же 500 герц и запускаем симуляцию и опять мы видим то что было на первой из осциллограмм вот у нас амплитуда двух входных сигналов слилась в один и здесь на выходе у нас присутствует постоянка 5 вольт и давайте сначала попробуем с резистора что он делает он подключен к источнику питания и к нашей базе получается через него база получает смещение так как это транзистор npn то нам нужно положительное смещение и вот сейчас я замкну наш выключатель и запустим симуляцию и вот уже какие-то результаты давайте их проанализируем на выходе у нас практически тоже постоянное напряжение 5 вольт но я думаю сейчас его растянуть и увеличить то там уже появились какие-то пульсации на входе на входе у нас сигнал разделился потому что мы дали смещение и вот сигнал который у нас присутствует на базе как видите он немного поднялся я специально на генераторе сделал задержку одну миллисекунду чтобы не было сигнала вот идет постоянная и по ней можно определить какое постоянное смещение приходит на базу если точно давайте посмотрим на вольтметре для этого я и подключил вольтметр на базе мы имеем 0,464 тысячных на коллекторе уже напряжение немножко упало не 5 вольт а 497 уже какой-то результат давайте попробуем уменьшить резистор поставим его 50 килоом и опять запускаем симуляцию картина стала намного лучше вот наш входной сигнал он также и есть смещение на базе также увеличилась и амплитуда сигнала на выходе мы видим тоже существенно увеличилась но она имеет искажение она имеет искажение видите по положительной полуволне отрицательная полуволна идет нормально а положительная полуволна срезана из-за чего это происходит давайте попытаемся в этом разобраться давайте вообще глянем какая сейчас постоянная составляющая сигнала на коллекторе вот она примерно полтора вольта теперь давайте вернемся к нашей схеме к нашим вольтметром вот уже более точно смещение на базе транзистора мы получаем 0,68 постоянная составляющая на коллекторе одна целая 77 для чего я это говорю смотрим сразу же на источник питания у нас 5 вольт и вот чтобы правильно выставить нашу рабочую точку мы должны вот здесь на коллекторе выставить такое напряжение в тот момент пока у нас нет на входе никакого сигнала он равен нулю то на коллекторе должна быть половина от напряжения питания нашем случае это два с половиной вольта а у нас только одна целая 77 значит нам нужно увеличить это смещение как это сделать для этого давайте проанализируем схему представим что у нас это не транзистор а еще один резистор получается у нас два резистора по выходу обыкновенный резистивный делитель и вот наши два резистора если у нас на центральной точке напряжение получается ниже чем половина от напряжения питания значит у нас нижнее плечо резистора меньше чем верхнее и нам нужно его увеличить нам просто нужно немного закрыть транзистор чтобы сопротивление его слегка увеличилась как это сделать значит нам нужно на базу подать меньшее напряжение смещения то есть вот это тот резистор увеличить давайте увеличим я поставлю 60 60 килоом сейчас проверим запускаем симуляцию и смотрите изменилась вот было предыдущем варианте вот сейчас сигнал стал более правильной формы но все равно не то что то и как видим давайте посмотрим вот наше постоянное напряжение которое специально сделал одну миллисекунду на входе когда нет сигнала она не два с половиной вольта но не здесь она выше и и примерно 3 целых 68 если точно 3 целых 64 давайте еще уменьшим но я примерно уже знаю какое здесь нужно и выставлю чтобы примерно было посередине это 54 точности добиваться не буду и вот теперь смотрим вот они примерно и есть наши два с половиной вольта постоянное напряжение на коллекторе наш входной сигнал наш сигнал на базе и выходной он практически идеальная синусоида только она в противофазе к нашей входной синусоиде и давайте на приборы посмотрим но здесь не точно два с половиной 261 чтобы на коллекторе получить действительно половину напряжения от напряжения питания лучше вместо r2 поставить подстроечный резистор и добиться при помощи вольтметра этого напряжения но этого не делать не обязательно вот я сейчас просто для эксперимента поставил 53 килоома 500 ом и получил почти два с половиной вольта а теперь на что влияет это наша рабочая точка вот когда мы выставили смещение базы такое что у нас здесь половина от питающего напряжения переходим на наши осциллограммы мы здесь можем теперь получить идеальный сигнал соответствующий именно входному но только усиленный десятки а то и в сотни раз все зависит от коэффициента усиления транзистора если мы неправильно выставляем нашу точку смещения то получается у нас искажения появляются или на отрицательной или на положительной волне смотря куда сместилась наша точка а когда она у нас посередине как бы наша качелька и туда и сюда может качаться с максимальной амплитудой не цепляясь а бортики бортиками у нас являются сигнал общего провода то есть 0 и сигнал питания нашем случае 5 вольт и вот здесь нормально качается наша синусоида на выходе не цепляясь а наши бортики и так надеюсь с рабочей точкой мы теперь уже основательно разобрались я уже говорил если видео досмотрели до конца действительно хорошие специалисты пишите в комментариях что может быть я сказал не так или может быть что-то недосказал но на этом разбор транзистора мы не закончим точнее усилителя хотя бы сначала на одном транзисторе есть еще другие нюансы которые нужно знать и о которых я саму еще может быть не одно видео но это будет дальше и как я говорил если вы еще не подписаны подпишитесь на канал поставьте колокольчик если это видео понравилось поделитесь ним также поставьте лайк а на этом всем пока